Впереди вторая рука запрокинута за спину. Врач своим предплечьем фиксирует между бедром и предплечьем таз пациента. По команде вдох второй рукой фиксирует надплечье пациента. По команде вдох мы просим пациента выравнивать, выпрямлять позвоночник. Вот в таком направлении. По команде выдох мы просим делать выдох и растягиваем мышцы ротаторы позвоночника. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хочу обратить ваше внимание на укладку пациента. Ноги вместе согнуты под прямым углом. Таз на боку. Рука согнута в локтевом суставе под головой. Голова наклонена несколько кпереди. Вторая рука заведена за спину. Для проведения релаксации мы просим пациента двигать плечом на себя. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для релаксации косых мышц живота пациента усаживают верхом на коне, на кушетке. Руки в замке на шее. Врач садится сзади. Расстояние между пациентом и врачом где-то на ширину ладони или чуть-чуть больше. Врач захватывает за противоположное плечо пациента. И по команде вдох просит пациента вращать туловище в ту сторону, на которой захвачена рука. Вторая рука фиксирует таз пациента. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Повторяю этот же прием с другой стороны. Захват за плечо. Фиксирован таз. По команде вдох на эту сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для релаксации прямых мышц живота. Пациент укладывается на спину на столе. Одна рука врача фиксирует таз пациента. Вторая устанавливается на область грудины. По команде вдох мы просим пациента садиться, напрягая передние брюшные мышцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В этой же позиции мы можем провести релаксацию и косых мышц живота. Для этого мы просим пациента выпрямляться, одновременно поворачиваясь в одну, а затем и в другую сторону. Вот как это выглядит при исполнении приема. Вдох, выдох. Вдох, выдох. При таком исполнении приема мы одновременно можем релаксировать и прямые, и косые мышцы живота, что облегчает наши действия. Для релаксации мускулюс квататус люмборум пациент садится верхом на коне. Руки в замок на шею, локти вместе, голова фиксирована и шея фиксирована предплечьями. В детстве есть два варианта. Первый вариант. Врач фиксирует грудную клетку пациента между своим корпусом и верхней конечностью. Вторая рука фиксирует бедро пациента и по команде вдох пациент выполняет движение. Наклон в сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Есть другой вариант. Когда врач находится сбоку от пациента, рукой захватывает между двумя предплечьями, за плечом предплечья, плечо и предплечье, с одной и с другой стороны, по команде вдох, я прошу пациента наклоняться в ту сторону, чье плечо упирается в мою руку. Понятно, да? На меня. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Обратите внимание на захват рук пациента и врача. Правая рука, моя правая рука, снизу плеча, с одной стороны, сверху плеча и под предплечьем захватывают противоположную конечность. Вторая рука фиксирует крестово-поясничный отдел позвоночника. По команде вдох, пациент наклоняет корпус на меня. Вдох, выдох. По команде выдох, я разгибаю туловище пациента. Вдох, выдох. Для релаксации, мускулус рептус фемурис, одной из головок, четырехглавой мышцы бедра, пациент располагается лежа на спине, руки на животе, ноги прямые. По команде вдох, мы просим пациента поднимать прямую ногу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для релаксации, мускулус или апсос, мы просим пациента, лежа на спине, подвинуться как можно ближе к краю стола. Наше бедро, упираясь в стол, фиксирует таз пациента. Нога, на той стороне, на которой релаксируется мускулус или апсос, свободно опущена за край стола. По команде вдох, мы просим поднимать выпрямленную ногу пациента не выше уровня стола. Понятно, да? Вот, сейчас мы попробуем это показать. Таз фиксирован, с одной стороны моим бедром, с другой стороны рукой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Это же упражнение я продемонстрирую с другой стороны, чтобы показать расположение фиксирующей ноги врача, фиксирующей руки, фиксирован таз пациента, и рука, противодействующая движению ноги пациента. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Релаксацию, мускулус или апсос мы можем выполнить и в положении пациента лежа на животе. С этой целью одна наша рука фиксирует поясничный отдел позвоночника и крестец. Другая рука захватывает колено снизу. Ноги врача расставлены шире плеч. По команде вдох мы просим пациента нажимать коленом на руку на руку врача. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Аналогичным образом мы можем поступить и на другой конечности. для релаксации трех других головок мускулус квадрисепс феморис, мускулус вастус латералис, мускулус вастус медиалис и вастус интермедиус мы сгибаем конечность пациента в коленом суставе под прямым углом. По команде вдох просим пациента опускать стопу к низу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вторая рука фиксирует бедро. Для релаксации задней группы мышц бедра мускулус семимембранозус семитиндинозус и бицепс феморис мы просим пациента ногу пяткой приводить к ягодичной области. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. В этой же позиции лежа на животе мы можем провести релаксацию грушевидной мышцы с этой целью согнув ногу в коленном суставе несколько отведя ее к наружу мы просим пациента пяткой двигать к средней линии. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Этот же прием мы можем выполнить одновременно с двух сторон. С этой целью обе ноги сгибаются по тремным углам. Одна рука устанавливается на одну пяточную кость, другая рука на другую и по команде вдох мы просим пациента свести пятки у средней линии. вдох выдох. Вдох выдох. Для релаксации мускулус тензору фасциэлята не меняя положение пациента точно так же согнув конечность под прямым углом мы просим пациента пяткой давить к наружу от средней линии. Вдох выдох вдох выдох вдох выдох пациент пациент укладывается на спине нога сгибается в коленном суставе таким образом чтобы пяточная кость установилась возле коленного сустава противоположной ноги. Таз фиксируется правой рукой врача за переднюю верхнюю ось нога максимально отводится в сторону и по команде вдох мы просим пациента ногу приводить к средней линии тела. Вдох выдох вдох выдох вдох выдох перед поднимаем лоджей и просим пациента пяткой вдавить на кисть врача вдох выдох вдох выдох вдох выдох У этого приема есть модификация, когда врач садится на кушетку, пятку пациента вложит себе на плечо, фиксирует колебный сустав и по команде пациент давит пяткой на плечо врача. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В этой же позиции мы можем произвести одновременно релаксацию ягодичной мышцы и релаксацию четырехглавой мышцы голени. С этой целью мы захватываем стопу, устанавливаем пятку к члену плечо и по команде вдох. Пациент давит пяткой вниз и носком к сзади на спину врача. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Констрирую этот же прием, но только немножко в другой для вас позиции. Итак, пятка пациента лежит на плече у врача. По команде вдох я прошу пациента пяткой давить вниз. Вдох, выдох. Во время выдоха я наклоняю корпус вперед, двигая ногой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Повторю также прием, связанный с релаксацией икроножной мышцы. Пальцы врача захватывают пальцы стопы пациента. Пятка лежит на плече. По команде вдох пациент давит пяткой на плечо и пальцами стопы на кисть врача. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для релаксации мускулюс, глютус, медиус, эт миними мы вложим пациента на бок. Нога согнута, нижняя нога согнута в коленном суставе, верхняя нога выпрямлена. По команде вдох. Одной рукой фиксируем тазобедренный сустав, другой рукой фиксируем коленный сустав. По команде вдох. Просим пациента поднимать выпрямленную ногу. По команде выдох. Расслабляем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В этой же позиции мы можем провести релаксацию и приводящие группы мышц бедра. Для этого мы ногу пациента приподнимаем, выпрямленную ногу, приподнимаем. И по команде вдох. Просим пациента ногу опускать вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Этот же прием мы можем выполнить, положив пациента на спину. С этой целью, после укладки пациента на спине, одна конечность заводится за другую. И по команде вдох. Я прошу пациента выпрямленную конечность отводить в сторону. Вдох, выдох. На выдохе я возвращаю конечность за среднюю линию. Вдох, выдох. Аналогично поступаем и с другой стороны. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для релаксации, тибиальной и паренальной группы мышц, которые выполняют сгибание, разгибание, внутреннюю и наружную ротацию стопы, пациент находится на спине. Врач сидит на кушетке, нога на коленях у врача. По команде вдох, мы просим пациента стопу сгибать к низу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для разгибания стопы, мы просим пациента, фиксируем голень, просим пациента разгибать стопу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для внутренней и наружной ротации, для первых мышц внутренней, выполняющих внутреннюю и наружную ротацию, мы просим пациента выполнять поочередно внутреннюю, а затем наружную ротацию. По команде вдох. По команде вдох, выполняем внутреннюю ротацию. Вдох, выдох. Вдох, выдох. С другой стороны выполняем наружную ротацию, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Из этой же позиции очень удобно проводить постизометрическую релаксацию мышц сгибающих и разгибающих пальцев стопы. Для этого пальцы стопы захватываются кистью врача и по команде вдох мы просим пациента или согнуть или разогнуть пальцы стопы. Сгибаем сейчас вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сейчас разгибаем, вдох, выдох, вдох, разгибаем на себя, вдох, выдох, вдох, выдох. Время релаксации мышц тазового дна пациент укладывается на живот и по команде вдох мы просим пациента сдвигать, сжимать ягодиц. В это время мы оказываем противодействие этому приему и на фазу расслабления производим раздвигание кнаружи ягодичных мышц. Итак, посмотрим как это выглядит в выполнении приема. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вот таким приемом можно релаксировать мышцы тазового дна. Прием не прямой, а косвенный. При помощи ягодичных мышц мы добиваемся релаксации мышц тазового дна. Наш фильм подошел к концу. Как вы смогли убедиться, приемы пост-изометрической релаксации просты, доступны врачу любой специальности, могут быть выполнены в любых практических условиях. В стационарах, поликлинике, в полевых условиях. Они не требуют специального оборудования, медикаментов. В то же время оказывают выраженное влияние при болевых мышечных синдромах. Мануальная медицина начинается снизу вверх. Поэтому первым делом, приступая к лечению больного, после мягко-ткальной техники на спине, в поясничной области, мы выполняли так называемую костную технику. Это костная тракция, мобилизация и манипуляция на нижней конечности. Для того, чтобы было понятно, о чем я буду, что сейчас я буду выполнять, давайте посмотрим на муляже. Кости в нашем организме соединены при помощи суставов. Фиксируя ниже лежащий сустав и фиксируя выше лежащий сустав, выполняя определенные движения руками, я тем самым механически раздражаю зону сустава. Капсулы, связки, гиалиновые оболочки и так далее, и так далее. В зависимости от силы воздействия на эти суставные оболочки и элементы, выделяют два варианта работы мануального терапевта. С тракцией, когда я растягиваю два ближайших сустава, две ближайшие кости с тракцией, и с компрессией, когда я сдавливаю две ближайшие кости. В зависимости от этого меняется усилие, которое приходится на область сустава. В частности, прием с тракцией применяется при наличии болевого синдрома, прием с компрессией, можно использовать, когда у пациента нет выраженного болевого синдрома. При выполнении лечения на нижней конечности, начинаем с дистального межфалангового сочленения. Вот я сейчас выполняю мобилизацию во флексии межфалангового сочленения. Одного, следующего, фаланго-плюсневого сочленения, и так каждый палец в отдельности. Перед этим, если есть болевой синдром, можно выполнить тракционный прием. хруст в момент выполнения говорит о прошедшей манипуляции в области суставов пальцев стопы. После этого я могу переходить к игре суставов. С ней мы уже с вами знакомились при обследовании. Ротационная игра суставов, ляторофлексионная игра суставов, смещение в дорзово-интральном направлении. Это все есть игра суставов. После мобилизации каждого пальца в отдельности я перехожу к мобилизации межфаланговых сочленений. Пальцы располагаю на головках суставных костей, суставных концов. Можно выполнить плантарный веер, дарзальный веер, плантарный веер, дарзальный веер. Затем следует мобилизация сустава лисфранка. Пальцы располагаются параллельно оси сустава. Эта рука у нас фиксирует стопу, а эта рука выполняет ротационные движения в суставе. После мобилизации в суставе лисфранка мы переходим к мобилизации в суставе шапара. Рука фиксирует пяточную кость, эта рука выполняет ротационные движения в суставе шапара. После мобилизации состава Лисфранка и Шапара мы переходим к мобилизации сустава голеностопного Во флексии, в экстензии, в лятерофлексии И возможно игра сустава на голеностопном суставе Вот так она выполняется После при работе на нижней конечности ряд приемов можно выполнять на животе, ряд приемов на спине В частности при работе на голеностопном суставе Мобилизацию и суставную игру мы можем выполнять вот из такой позиции Или с другой стороны мы можем выполнять мобилизацию в разгибании В таком исполнении При выполнении мобилизации и манипуляции на нижней конечности используется тракционный прием Который заключается в следующем Одна нога пациента упирается в ведро врача Врач упирается в стол Своим коленным суставом Своим ведром Захватывает Конечность пациента Таким образом, чтобы носок был ротирован к наружу Не вот так во внутрь, а к наружу Захватывает И ротируя свое туловище Выполняет тракцию по анатомической оси Всей нижней конечности Голеностопного сустава Коленного сустава И тазобедренного сустава Аналогичный прием выполняется в другой стороне После голеностопного сустава Мы переходим к коленному суставу Для работы на коленном суставе используется валик Который подкладывается под сустав Пациент сгибает ногу Врач садится, фиксируя стопу Колено согнуто по прямым углом И мы находим тибиофибулярное сочленение Головка малоберцовой кости и большеберцовой кости И вот проводим мобилизацию тибиофибулярного сочленения Затем можно провести мобилизацию коленного сустава По типу переднего и заднего выдвижного ящика Проводится мобилизация Тракция коленного сустава Может выполняться и в положении Сгибания коленного сустава С элементами тракции С этой целью Одна рука по центру Врача располагается под коленной ямкой И выполняет тракцию А другая рука выполняет флексию И в данный момент мы выполняем двойной Мобилизационный прием С тракцией и сгибанием коленного сустава Может использоваться суставная игра О которой мы уже говорили Для мобилизации коленного сустава В данном случае большая вилка В бедро ниже треть И большая вилка в верхнюю треть голени Движение рук Насвечу друг другу При мобилизации коленного сустава Обязательно мобилизируется надколенник Вверх Кронизация Вниз Каудализация И в лято-радотеральном направлении Производится Движение В реализации коленного сустава Используется прием Лежа пациента на боку В данном случае Я захватываю Голень и стопу Фиксирую его к своему туловищу И бедру пациента И ратируя свое туловище Выполняю флексию И тракцию В коленном суставе Через свое бедро Для коленного сустава Может быть использован прием Когда врач фиксирует своим Коленом Подколенную ямку Пациента И выполняет Тракционный прием По оси вертикально Вот как в данном случае При работе на стопе Обязательно Мобилизируется Головка пятой Плюсневой кости Она хорошо прощупывается И мобилизируется В заднем переднем направлении При мобилизации Головки Малоберцовой кости Можно использовать Еще вот такой прием В данном случае Мы ратируем Голень Используя стопу Как рычаг Происходит Мобилизация Головки Кости В большом Малоберцовой При мобилизации Коленного сустава Во флексии Мы выполняем Следующий прием Который заключается В том что мы Пяткой Стараемся достать Ягодицы Пациента У меня Мобилизацию Коленного сустава В лякрофлексии Здесь Возможен Небольшой объем Движения Мы Можем сделать это Следующим образом Рука Одна фиксирует Бедро В нижней трети Другая Другая рука Фиксирует Голень В верхней трети И Выводится Движение Навстречу Друг другу В данном случае Происходит Раскрытие Внутренней Суставной щели Меняя руки Мы можем Выполнить Обратное движение Раскрытие Внешней Латеральной Суставной Щели Этот же прием Можно повторить При согнутой Ноге Через Предплечье Врача Но Для Раскрытия Внутренней Щели Мы должны Ротировать И выполнить Этот прием Вот так вот Для раскрытия Наружной щели Вы должны Ротировать Вовнутрь И выполнить Этот прием Вот в таком Исполнении Данный прием Очень эффективен При патологии Менисков Коленного Сустава Закончив Коленного Сустава Мы переходим К Тракцию Мы уже видели Коленного Сустава Я Продемонстрирую Внутреннюю И наружную Ротацию Коленного Сустава Мобилизация Коленного Тракции В ротации Вот так Выполняется Этот прием При мобилизации Тракционного Сустава Используется В положении Пациента По Касьяну Сустав Находится Над Под Рука Устанавливается В проекции Шеи Головку бедра Это так называемая Суставная Игра В этом же В этой же Позиции Удобно Выполнять Тракцию Сустава С тракцией Поясничного Отдела Позвоночника По Касьяну Для этого Необходимо Держаться крепче Для этого Необходимо Только Отодвинуть Зажать Ногу Пациента Между своими Ногами И отодвинуть Корпус Вот Производится Тракция Поясничного Отдела Позвоночника И Тотобедренного Сустава Для Мобилизации Тотобедренного Сустава В отведении Используется Нам известный Прием уже Патрика Таз пациента Фиксируется Нога Сгибается Под прямым углом И Мы Производим Пассивное Мобилизирующее Движение В тазопедренном Суставе С одной стороны И Аналогичным образом Выполняем С другой стороны Обязательным Условом является Нахождение Пятки В подколенной Ямке Противоположной Ноги И фиксация Таза За переднюю Верхнюю Ость Подвздошной Кости После Мобилизации Тазобедренного Сустава Мы Приступаем К мобилизации Связок Таза Для этого Мы Колено К одноименному Плечу К разноименному Плечу Опускаем Две Поясничные Крестовые Поясничные Пояснично-подвздошные Связки И Согнув Противоположную Ногу Мы Выполняем Мобилизацию Крестово-воздушных Крестово-остистой Крестово-бугорной Связки Тоже К одноименному И к разноименному Плечу Опускаем Плечу Сакроэллиокального Сочленения И костей Таза Используется Прием Меделя Который заключается В следующем Врач Оставляет По шире ноги Плотную Придвигается К больному Ко мне ближе Фиксируется Крестец Пациента И На вытоке Ритмично Выполняется Разгибание Отведение Бедра На Вверх С Мобилизации Сакроэллиокального Сочленения В этой же позиции Может быть Произведена И мобилизация Поясничного Отдела Позвоночника Разница лишь в том Что рука Располагается Не на крестце А выше Пятого Поясничного Позвонка Позвонка В таком Варианте Это выполняется Позвонка Сакроэллиокального Сочленения И костей Таза Используется Прием Раздвигания Таза По стодорту Вот такой прием А также прием Сдвигания Таза По тому же Автору Вот Так он Выполняется Для Мобилизации Сакроэллиокального Сочленения Особенно у крупных Пациентов Мускулистых Используется Прием Который заключается Следующим Сгибается Бедро Рука Устанавливается На Локтевой Сустав Так Чтобы Ось Плечо И бедро Проходила Через Тазовую кость Эта рука Подкладывается Под крестец И Плавненько Мы выполняем Толкающее Движение На Руку Врача Тем самым Мобилизируя Сакроэллиок Крестово-воздушное Сочленение Есть прием Который Можно использовать Для мобилизации Сакроэллиокального Сочленения В ротации Для этого Рука Врача Устанавливается На гребне Подвздошной кости С одной стороны И на седалищном бугре С другой стороны И выполняется Ротационное Движение В сакроэллиокальном Сочленении И мобилизация После мобилизации Костей таза Мы можем приступить К мобилизации Поясничного Отдела Позвоночника С этой целью Мы сгибаем Ноги пациента Захватываем Своими Бедрами Колени Пальцы Устанавливаем На интересующих Нас Сегментах Поясничного Отдела Позвоночника И проводим Движения Своими Бедрами Одновременно Передавая Движения На поясничный Отдел Этот прием Может использоваться Как и с целью Диагностики В этом случае Пальцы Располагаются На межостистых Промежутках А также Может использоваться И с целью С этой целью Прием Малая вилка Мы захватываем Остистый Отросток И Удерживаем От Движения Аналогичным Образом Можно провести Мобилизацию В экстензии Движение В обратном направлении И Мобилизация Увулятора Флексии В данном случае Это выполняется Следующим образом Мобилизация Поясничного Отдела Увулятора Флексии На живот В мобилизации Может быть использован Прием Большая лива Пациент Лежит На животе Ноги вместе Врач Широко Расставив ноги Касается Стола Массаж Рука Подводится Под Коленные Суставы Эта рука Гроховидной кости Устанавливается На Заинтересованный Блокированный Сегмент Поясничного Позвоночника И на выдохе Производится Движение Экстензионное Движение Поясничное Отделе Позвоночника Для Мобилизации Поясничного отдела Позвоночника В положении Ротации Мы Ложим На Противоположный На здоровый Бок Голова Чуть-чуть согнутая Впереди Лежит На Кулаке Или на кисти Вот в такой Позиции Спина Чуть-чуть Дугообразно Согнута Ноги Приведены К животу Эмбриональная Поза Эту Руку Мы Заводим За спину Своим Предплечьем Упираемся В плечо Пациенту Вторым Предплечьем В тазовые Кости И на выдохе Плавненько Производим Постепенно Увеличивающее Увеличиваю Амплитуду Движение В ротации Ногу Не надо Сгибать У этого Приема Есть Модификация Для этого Мы Верхнюю Ногу Нижнюю Ногу Распрямляем Полностью Верхнюю Ближе ко мне Сложим Пациента На край Нижнюю Ногу Верхняя Нога Фиксирована За подколенную Ямку Располагаем На Кушетке Своим Коленом Фиксируем Колено Пациента И Выполняем Плавненные Пружинищие Мобилизирующие Движения Производим Мобилизацию Поясничном Отделе Позвоночника Аналогичный прием Выполняется И с другой стороны Тракцией Поясничном Отделе Позвоночника Мы Просим Пациента Лечь На Живот Руками Зафиксировав Плечевой Пояс За край Стола Захватываем Захватываем Голени За нижнюю Треть Своими бедрами Упираемся В край Стола И на выдохе Выполняем Пассивное Растягивание Нижних Поясничном Отделе При выполнении Тракцией Флексии Используется Вот такая Позиция Врача И пациента Голени Пациента Фиксированы В подмышечных Паленных Врач Прикасается К столу На котором Пациент Пациент Ложит на спение На выдохе Производится Тракция Поясничного Отдела Плавная И при необходимости Когда Достигло Достигнуто Преднабрежение Выполняется Толчковая Мобилизация Манипуляция А если Приемом Может быть Выполнена Тракция И с согнутыми Ногами В данном Случае Я использую Коленные Ямки Подколенные Ямки Как место для Фиксации Своих усилий Николай Андреевич Касьянов Отписан Прием Который Весьма Эффективен При Односторонних Радикулярных Синдромах Со стороны Поясничного Отдела Позвоночника В этом приеме Сочетается Тракция Поясничного Позвоночника И заднее Надавливание На остинские Отростки И поперечные Отростки Поясничного Отдела Позвоночника Вот В таком Варианте Выполняется Этот Прием Мы можем Выполнить Заднее Переднее Надавливание И с Опущенными Ногами В данном Случае Мы выполняем Вот Таким Образом Руки Могут быть В двух Вариантах Первый вариант Фаланги Сонгнуты Надавливание Производится На Остистые Отростки Позвоночника И Между фалангами Может быть Промежуток В данном случае Надавливание Производится На Поперечные Отростки Поясничного Отдела Позвоночника Заднее Переднее Надавливание Может осуществляться В поясничном Отделе И по Майкланду Следующим Образом Весом Своего Тела Врач Надавливает В заднем Переднем Направлении На Поясничный Отдел Позвоночника Кроме Заднепереднего Надавливания Очень широко Используется Одностороннее Боковое Надавливание Которое заключается Следующим Врач Расставив Ноги Касаясь Края Стола Упирается Двумя Пальцами В блокированный Остистый Отросток Позвонка И на выдохе Производит Плавное Пружинище Постепенно Увеличивая Аплитуду Движения Важным Условием Для выполнения Этого приема Является Наличие Одностороннего Болевого Синдрома Причем Надавливание Производится Со здоровой стороны Скажем Здесь у нас Болевой синдром То надавливание Будет производиться С правой С противоположной стороны Это Одностороннее Надавливание И очень широко Используется Двухстороннее Надавливание Которое Осуществляется Следующим образом Пациент лежит На животе Врач Прислонился К столу И производит Пружинище Поочередное Надавливание На остистые Отростки Нижнегрудного И поясничного Отдела Позвоночника Манипуляция И мобилизация На поясничном отделе Позвоночника Может быть Выполнена И в позиции Вольного Сидя Верховно На столе В данном случае Таз фиксирован Ногами Шейный отдел Позвоночника Фиксирован Замком И до выполнения тракции Врач С внутренней стороны За предплечье Берет пациента Сжимает Лошадь на себя И выполняет Плавные Пружинища Тракционные Движения С этой же позиции Осуществляется И ротационная Манипуляция В данном случае Рука Пациента Используется Как рычаг А большой палец Противоположной Руки Врача Упирается В боковую Поверхность Остистого Отростка По очереди Начиная Скажем Л5 Л4 Л3 И так далее До нижнегрудного Отдела Этот прием Может Использоваться Пауза Для Мобилизации Поясничного И Грудного Отдела Позвоночника Может быть Использован Следующий прием Мобилизация В Эпстензии В данном случае Руки Пациента Должны быть Вместе Предплечье Фиксируют Локти Голова Сверху Рук Пациента Эта Рука Свободная Производит Надавливание На Позвоночные Двигательные Сегменты Пал Существует Прием Ударной Хиропрактической Манипуляции По Касьяну На Поисличном отделе Позвоночника С Этой Целью Врач Вилку Располагает На Поперечных Отростках Блокированного Позвонка И Или Кулаком Или Раскрытой Ладонью Ребро Ладони Производит Усиливающие Удары По Своим Пальцам Тем самым Мобилизируя Поясничные Сегменты У этого Приема Есть вариант Который Заключается В том Что Два пальца Ложатся На Поперечные Отростки А один Палец Средний Ложатся На Позвонок И Шейном отделе Позвоночника Используется Позиция Пациента Сидя Верховно Кушетки На краю Врач Своим бедром Упирается В стол И крестец Пациента Для выполнения Тракции Пациент Укладывается На Бедро Врача И туловище Руками Захватывается За локтевые Отростки За локтевые Суставы И На выдохе Уполняются Плавные Тракционные Мобилизирующие Движения В грудном Отделе Позвоночника В данном случае Уполняется Тракция Средне И нижней Грудного Отдела Позвоночника Для того Чтобы захватить И верхний Грудной отдел Позвоночника Руки Пациента Укладываются На плечи Захватываются Локтевые Суставы И Производится Опять Тракционный Прием В верхнем Грудном И среднем Грудном Отделе Позвоночника Для Мобилизации В экстензии Стракции В грудном отделе Позвоночника Можно Использовать Валик Обитый Поролоном Внутри которого Деревянный Брусочек Руки Пациента На Затылок Валик Устанавливается На блокированный Сегмент Грудного Грудью Врача И Телом Пациента Пациент Захватывается Как для Тракции И Выполняется Тракция С элементами Толчка Грудью Через Валик На блокированный Сегмент На Выдох Выдох Вдох Выдох Для Мобилизации В ротации Грудного Деревянного Позвоночника Используется Прием Малая Вилка Малой Вилкой Захватывается Остистый Отросток Интересующего Нас Позвонка Пациент Приводится В нейтральное Положение Рука Захватывает Предплечье Пациента Как Рычаг И Производится Ротационные Движения Грудным отделом Позвоночника С фиксированным Остистым Отростком Блокированного Позвонка Ниже Блокированного Аналогичное Выполняется Движение И с Противоположной стороны Экстензии В Грудном отделе Позвоночника Нога Врача Встанавливается Впереди Пациента Локти Сдвигаются И укладываются На ладонь Которая Фиксируется На колени Кисти Пациента Фиксированы На шейном отделе Позвоночника Выполняем Экстензию Другая Рука Грохоридной Костью Надавливает Поочередно Снизу Вверх На Остистые Отростки Грудного отдела Позвоночника Включая Блокированную Дензации Во флексии В грудном отделе Позвоночника Мы Пациента Рассказываем Располагаем В положении Максимальной Флексии Насколько Это позволяет Нам его состояние Другой Рукой Захватываем Через Подмышечную Впадину За грудную Клетку Прижимаем Плотно Плечо Предплечье И свою Тулочек Пациенту Свободной Рукой Захватываем Интересующий Нас Остистый Отросток И выполняем Разгибательные Движения Изгибательные Движения В данном Позвоночном Двигательном Сегменте В роте На грудном отделе Позвоночника Учитывая Близость Верхнего Мышечного Плечевого Пояса Необходимо проводить Мобилизацию И мышц Окружающих Лопатку С этой целью Пациент Располагается На боку На здоровом На больном боку Сначала Здоровый бок Рука Выпрямляется И мы Проводим Плавные Массажные Движения С целью Мобилизации Мышц Окружающих Лопатку Мобилизация Может быть Проведена В ротации В данном Случае Ротирующие Движения И Мобилизация Может быть Проведена В положении Отведения Лопатки От Туловища Одновременно В этой же Позиции Мы можем Проводить Мышечную Тракцию И релакс Релаксирующий Массаж Трапециевидной Мышцы Дельтовидной Верхней Конечности И так далее Для Ротации Положений На боку Мы укладываем Пациента Таким образом Чтобы Наше предплечье Упиралось в плечо С одной стороны И предплечье Упиралось в таз С другой стороны Свободные пальцы Фиксируют Заинтересованный Блокированный Сегмент Или Выше Или нише В зависимости от того Куда мы двигаем И проводим Проводим Тракционную Ротационную Мобилизацию Для мобилизации Косых мышц Грудной клетки Межребренных мышц И ребер Используется Крестообразный Тракционный Прием Который Выполняется Вот Следующим Образом Для выполнения Для Трофлексии Грудного Делепозвоночника Мы укладываем Пациента На бок Садимся К нему Возле живота Рука Располагается Прямо Плечо Фиксировано И На выдохе Производим Флексию Грудного Отдела Позвоночника Используя Плечо Как Рычаг Для Флексии В Грудном отделе Позвоночника В Грудном отделе Позвоночника Имеются Ребра Сочленяющие Суперечными Тростками С задней поверхности А спереди Имеется Грудина С сочленениями Грудины И ребра Нам Необходимо Провести Мобилизацию И реберно-позвоночных И реберно-грудинных Сочленений Которые Выполняются Следующим образом Пациент Располагается На животе Руки Ставятся Крестообразно В области Проекции Реберно-позвоночных Сочленений И Выполняются Плавные Ротационные Движения Кистей Навстречу Друг Другу Последовательно Двигаясь Вдоль Всего Грудного Отдела Позвоночника Таким образом Производится Мобилизация Реберно-позвоночных Сочленений Для Выполнение Манипуляции Руки В положении Ребешка Устанавливаются На Проекции Реберно-позвоночных Суставов И производится Толчковое Резкое Однократное Движение В области Проекции Этих Суставов Так Выполняется Мобилизация Реберно-позвоночных Сочленений Для Мобилизации Сами Хебер Пациент Должен лечь На бок Рука Пациента Захватывается За локтевой Сустав И фиксируется К туловищу Врача Свободная рука Во время Тракции Весом тела За предплечье Пациента Выполняет Мобилизирующее Движение По Реберной Дуге Пациента Это Идет Мобилизация Ребер И В положении На спине Может Производиться Мобилизация Реберно-грудиных Острелений Эта мобилизация Может производиться Как не дифференцированно Движение Надавливание По бокам Грудины Вдох Выдох Вдох 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 И может производиться Дифференцированно На каждое Отдельное Ребро Вдох Мы находим Болезненное Реберно-грудинное Сочленение Устанавливаем Свои пальцы Снизу И Давящими Движениями Надавливаем В направлении Снизу Вверх Так называемая Краниализация Реберно-позвоночного Сочленения Затем Мы переходим На противоположную Сторону Упираемся В это же Сочленение Но уже Со стороны Черепа И проводим Каудализацию Крайню Каудализацию Реберно-позвоночного Сочленения В работе На грудном отделе Позвоночника Необходимо Проверять Подвижность И наличие Функционального Блока На Грудинно-ключично И Ключично-акромиальном Сочленение Это Можно сделать Следующим образом Ключица Захватывается Двумя пальцами С обоих сторон И Выполняются Раскачивающиеся Движения Вниз Вверх 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 Вниз С одного Конца А затем И с другого Конца Мы по очереди Проверяем Грудинно-ключичное Сочленение И ключично-акромиальное Сочленение В норме Объем Движения 5-6 мм Безболезненный Для мобилизации Всей ключицы В целом Мы можем Использоваться Иначе приемом Туловище Фиксировано В положении Ножа на спине Руку пациента Мы фиксируем Прижав ее К туловищу Ключица Фиксируется Основанием ладони Упираясь Среднюю Треть Ключицы И В момент Мобилизации Манипуляции Мы Двигаем Руку на себя А ключицу От себя Ротируя Своё Туловище Вот идёт Мобилизация Сразу Сей Ключицы При работе На грудном отделе На шейном отделе Позвоночника Надо не забывать Что с шейным И грудным отделом Тесно связана Верхняя конечность Верхняя конечность Поэтому при проблемах Мышечных Болевых Синдромах В этой области Необходимо работать И на суставах Нижней конечности Начинаем Снизу Вверх Начинаем С флексии Каждого Сочленения Выполняем суставную игру В ротации В лято-рефлексии В передне-заднем направлении И так мы Ротируем с каждым Суставом Выполняем Тракционный приём Каждого Пальца Пясно-фаланговых Сочленений Выполняем Мобилизацию Меж Пясно-фаланговых Сочленений Межпясных Сочленений Выполняем Мобилизацию Первого пальца Затем Дорзальный Веер Пальмальный Пальмальный Веер Мобилизация Учезапястного Сустава В тракции В лято-рефлексии Мобилизация Выполняется Выполняется Игра суставов В лято-ролатеральном И в дорзо-вентральном Направлении Можно Выполнить И В ротационном Направлении После Мобилизации Суставов Кисти И Учезапястного Сустава Происходит Мобилизация 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 В ротации Суставов Мобилизация Ударный Толчковый Прием Выполняется Вибрирующее Движение И Заканчивается Толчкообразным Движением На Суставы В Для плечевого сустава может применяться и костная тракция, которая выполняется следующим образом. Рука захватывается, фиксируется к туловищу, фиксируется ключица, лопатка пациента, грудная клетка. И выполняется тракционный прием для плечевого сустава. Может быть, стоп. Для плечевого сустава в положении лежа на спине может быть использован следующий прием. Рука фиксируется к туловищу врача. Свободная рука максимально близко подводится к головке плечевой кости. И мы выполняем плавное ритмичное движение по оси шейки плеча, выполняя мобилизацию. В позе лежа на спине мы можем провести мобилизацию плечевого сустава, используя вес тела врача. Конечность фиксирована большой вилкой, надавливаем на область проекции головки плечевой кости. Этот прием выполняется в положении средней, между отведением и приведением. В положении максимального отведения. И может быть выполнен в положении уже крайнего отведения. Приемы по мобилизации локтевого сустава и плечевого сустава в позе пациента, стоя на полу. Для этой цели врач подставляет свое плечо под локтевой сустав пациента и приподнимаясь в коленях.